По-английски это звучит гигл, garbage in, garbage out. Если я постаралась переводить это, от мусора выйдет только мусор. Если ваши данные, вы только верите, что ваши данные хороши, и вы не используете какие-то стандартные индикаторы, вы не сможете только верить, наши работники делают хорошо, это все. Вы должны иметь факты, вы должны иметь индикаторы, то, что она учила, и если вы не верите, только верите, но нет факта, что ваши качества данные не хороши, ваши результаты будут не хороши. Это очень знаменитая фраза по-статистически. Каждый человек, который занимается данными, должны знать, что ваши данные, что вы верите в эти данные с фактами. Тогда вы можете сказать вашему министру, ну так, у нас смешность так, это факт. Если вы не знаете, где, как в вашей регионе делают это, если у вас нет индикатора, вы не сможете сказать, я думаю, что наш работник делает хорошую работу. Каждый может, каждый верит своему работнику, да? Помните это гигл, garbage in, garbage out. От мусора выйдет только мусор. Поэтому постарайтесь понять это и сделать между... Я думаю, что вы делаете в том и том случае, вы постараетесь это делать, но это если стандартно, это все тогда хорошо. Ну ладно. Так, теперь у нас наша последняя лекция. На сегодня, до ваших презентаций. И это тоже очень не менее, но очень тоже важный топик. Тема, да? А, английский, русский. Мы будем говорить о конфиденциальности, этические и правовые аспекты. Так, мы собираем данные человека. Это очень какие-то сенситивные данные человека, потому что это очень серьезные заболевания. Так мы будем говорить «право на частную жизнь», потому что способность индивида или группы людей уединиться и скрыть информацию и раскрывать, когда им угодно и хочется. Они имеют это право. Значит, право на частную жизнь в отношении личных данных, например, при регистрации рака, перечислено как одно из основополагающих прав и свобод личности. Это сказано в статье Генеральной ассамблеи 1948 года уже. Но нам надо, да? На наших работах мы должны знать потребность идентифицируемых данных. Это является функцией регистра. Регистрирует как можно более полно, точно клиническое описание степени заболевания, так и информация, которая будет идентифицировать пациента, опухоль, больницу, доктора, вовлеченных в случай. И мы все знаем, это ваша самая адресная форма, глава ваших форм, да? Фамилия, имя, отчество, уникальные идентифицирующие номера, адрес, полный этап рождения и тоже дата смерти. Все это мы имеем, да? И нам надо, должно иметь это. И какие этические руководства для канцер-регистра? Обеспечить защитой конфиденциальности данных об индвидах, чьи данные внесены в регистр, так, чтобы информация не была доступна, не санкцирована третьими лицами. Вы имеете очень важную информацию в ваших руках, и вы не должны это сказать. Наш сосед у нас в учете, например. Вы не имеете права это делать, потому что это ваша работа. Обеспечить наилучшее качество данных канцер-регистра, обеспечить использование данных канцер-регистра с максимальной выгодой для больных раком, населения и для медицинских исследований, но и для личных информаций. Потребность в идентифицированной информации при регистрации рака. Зачем мы нужны? Так присвоить уникальные идентификационные номера подходящим индвидаам и опухолям. Приписать новые опухоли индвидаам, нам надо обеспечить возможность динамического наблюдения, медицинское наблюдение, наблюдение для статистики населения, возможность проведения научных исследований. И в научных исследованиях мы можем соединить данные. От этого регистратора, от этого регистратора. Это делается в Финляндии. Всегда дата. Валентин Бабай будет читать об этом, как на одном идентификационном номере они смогут соединить. Если у вас нет таких данных, как можно соединить? В Финляндии это все время, они все в данных, и они только соединяют и делают их исследования. Поэтому нам нужна эта информация для регистрации рака. Примеры. Ну, например, обмен данных с лечащим врачом, передача данных о пациенте, потому что вы должны передать информацию, проживающую в другом регистре. Ваш пациент здесь, и вы должны передать. Региональные специализированные регистры, передача данных в центральный регистр. Я думаю, у вас много таких. Когортные исследования, это эпидемиологические исследования. Исследования случаев контроля, это тоже эпидемиологический кейс-контроль стадии по-английски. И сравнение больных раком, выявленных путем скрининга, например. И мы будем проверять, как это до скрининга, и после скрининга было, и тому подобное. Нам все эти информации, информация нам нужна. И оценка выживаемости. Мы все знаем, что такое медицинская конфиденциальность. Лечащий врач не должен сказать какую-то личную информацию о пациенте для других. Это право пациента, и это отношение между врачом и лечащим пациентом, который обеспечивает передачу информации в канцер-регистр о пациенте. Вправе ожидать, что лечащий врач должен понять, что канцер-регистр тоже знает, что эта личная информация должна быть сохранена, но не распространена, использована только для научных исследований. Регистр должен сохранять те же стандарты конфиденциальности, то же, что и врач. Это медицинская конфиденциальность и конфиденциальность раковых регистров. Умышли тоже. Мы не будем думать, а он умер, но давай поговорим о нем, потому что он был то и то. Мы не имеем это права. Это тоже право человека. Требуется такой же уровень конфиденциальности, как и для живых лиц, несмотря на то, что свидетельства о смерти могут быть доступны от даже других источников. Сотрудники регистра. Директор регистра несет ответственность и должен обеспечить, чтобы сотрудники регистра были осведомлены о своих персональных обязанностях. Сотрудники должны также подписать декларацию о неразглашении информации при любых обстоятельствах, в том числе и после уволнения. Это реальный случай, что в одной из наших соседних странах наши коллеги сказали, что там частные лица приходят в их канцерегистр и спрашивают, или звонят и спрашивают, а можно проверить у вас в учете такой-такой больной с такими фамилиями? А зачем вам это? Я жениюсь. Я хочу знать, какие это генетические канцеры. Кто-то в учете, что может это мои будущие дети иметь этот канцер. А вы думаете, это имеет право? Если девочка придет и значит плакать, потому что это будущее ее ребенка зависит от этой информации, а вы сможете это сказать ей? Потому что, о, как жаль ей, это ее будущее. А вы имеете право сказать, что этот человек, да, прабабушка, бабушка, отец этого человека имеет такой рак. Вы имеете право это разглашать? Ну, в одной стране это имеет очень большую проблему. Они звонят, даже плачут, приходят, стоят в очереди узнают информацию, потому что они в последнее время узнали одну информацию в телевидении, что многие канцеры имеют генетические основы. И значит, я думаю, что все канцеры, не все канцеры раки имеют генетически особен. Это не все, это все, это зависит не только от генетики, да, но они-то, народ это народ, все понимают, и они боятся от рака, и они не хотят это в своих будущих детях. Поэтому у нас мы должны знать, что мы имеем очень... И может этот человек не будет жениться, не будет замужем за этого человека. У вас полюбий женится. Хорошо. Тогда у вас никто придет в очередь и будет спрашивать эту информацию, да? Поэтому компетенциальность это очень важно. И даже после увольнения вы не имеете права не сказано. Если это маленький регистр, маленький поселок, то может люди узнают друг друга. И директор должен напоминать эту информацию для их сотрудников. Так, где должна происходить компетенциальность? Это во время сбора, во время хранения, во время использования, во время передачи учетных данных канцер-регистров. Во все время, да? Какой физический доступ? Доступ к записям должен быть защищен с помощью замков. А вы имеете замки? Сигналиционных систем. Конечно, это зависит от каждой организации. Мы не говорим, что каждый должен иметь все это, но имеем. Мы только говорим, что мы должны сохранять информацию. Когда кодами для вхождения, записью посетителей, кто посещал, кто не посещал, установлением уровня доступа в зависимости от типа персонала, безопасной транспиртуровки информации, чтобы информация не утекла, когда это было в транспорте. И любые виды передачи данных должны быть защищены по почте, по телефону, через электронные средства. И все они могут иметь свои средства защищать. Получение уведомления по почте в писанной или распечатанной форме заказной почты. Нету, да? Нельзя. Нельзя. Хорошо. Отправка данных на магнитных пленках, дискетках, CD-дисках. Тогда должна вы иметь пароли, кодирование имен, передача данных отдельно от данных, касающихся опухолей. Эдентификационной может пойти опухоль другой. Но это должна быть своя система понять, как сохранить всю эту информацию. Телефон. Избегать. Потому что вы не сможете кто это там говорит. компьютеры. Доступ к базе данных. Каждый может войти в компьютер, если имеет паспорт. Но доступ к базе данных, сохраненный в компьютер, должен быть ограниченным и мониторуемым. Ограниченный доступ в комнате, где находится компьютер, скрытые логини, пароли. Если вы не в компьютере, после две минуты это будет скрининг, вы сможете иметь какую-то защищающую систему. И запись удачных и неудачных попыток. Кто-то старался входить, потому что кто-то хотел угадать. А, я знаю ее год рождения, ее имя, может у нее паспорт такой. Поэтому вы должны всегда знать, какие паспорти вы делаете. Демонстрации используем фиктивных или ананимизируешь личных данных. Кто-то придет как-то туда и хочет таких данных, поэтому вы должны это знать. Хранить резервную копию данных запертом, не сгорая в Мансефе или эквиваленте. Защита бумажных данных. У вас много бумажных данных, да? бумажные записи должны быть защищены. Определить уровни доступа, запирающиеся комнаты для хранения. Ничего не оставляется для лиц, например, для уборщика, уборщиц. Не подумайте, что они только убирают, а может какой-то новый уборщик, уборщик, вы не знаете, они делают какую-то другую информацию. Бумажные отходы должны быть тщательно уничтожены. В Финляндии, например, когда в моем университете были, даже мы делаем исследования, у нас такая мусорная программа, где они, когда я запускаю, они, да, два миллиметра, да, никто не может это соединить, это всегда должны запускать туда. Это уже система такая. Каждый, все научные исследователи, люди, которые используют не только канцер-регистры, но все должны сохранять информацию личности, да. Мы тоже не хотим, если мы были на стороне пациента, хотим узнать, кто-то о наших родственниках, кто-то о наших семьях. Это то же самое. Вытащить данных, так, мы должны дать данные, да, для этого и мы тоже собираем эти данные. Иногда выдаваемые данные должны включать эту информацию, сенситивную информацию. директору следует решить, насколько правомочен этот запрос. Он должен решать, директор должен решать. Возможно, посредством получения дополнительного консультации, если у вас есть этический комитет, если, ну, много вышли, ну, зачем вы должны знать такое количество людей на этого поселка, у этого региона. Этот запрос должен быть очень-очень важным, уполномоченным. Идентифицирующая информация никогда не должна выдаваться, кроме клинических и исследовательских целей. Некоторые те, например, в этих скобках мы не сможем давать, да, например, медицинские страхования. Некоторые такие страховые агенты хотят узнать, если кто-то в учете, они не хотят страховать их, потому что потом это именно они теряют много денег. Для страховки это важно, чтобы люди были, если это частные страховки, да, это важно если страхующие люди здоровые, тогда они не будут болеть, но они только платят. Поэтому вы должны знать, кому вы должны дать информацию. И вытащить данных для исследований, потому что мы хотим этих данных сделать лучше для больных раком, да, и мы это используем для исследований. Выдача конфиденциальных данных требует писанного запроса, указаний целей, для которых требуются данные, для какого исследования вы будете использовать, указания характера, какие данные вы хотите, обоснование необходимости в конфиденциальных данных, имя и должность лиц, которые будут использовать это, период времени, в течение которого будут использоваться данные, и каким образом данные будут уничтожены впоследствии. Потому что вы, как и лечащий врач, имеете право защищать личность больных. Так, агрегированные, в большинстве случаев мы используем агрегированные данные, да, агрегированные даты. И здесь, когда у вас данные, очень много людей, это не индивидуально, это не может смотреться проблемно, потому что вы не сможете видеть индивидуально, это же группа. И поэтому это в большинстве случаев не очень не надо думать о конфиденциальности, но в случае, когда исключение, в случае, когда рассматриваются небольшие географические области, они смогут, можно, если это очень маленькое население, это сможет угадать тоже, поэтому вы должны думать, какого большинства случаев они спрашивают о маленьком районе, они спрашивают, да. И все эти презентации вы будете иметь в конце нашего курса, мы будем дать им, так что вы сможете это использовать, потом читать, если вам нужно смотреть. Так, пресса будет прийти, да, и что мы будем делать с прессой? Абсолютно, да? Запросы от прессы направлять директору и специально уполномоченному лицу. И не выдавать никакую информацию, которая может раскрыть сенситивную информацию о человеке, да, ну, там, у нас сколько процентов таких больных, ну, так, число можно, да, но никогда не говорите, у нас такая семья, все больные, эта фамилия такая, никогда этого не должно произойти. Так, какие основы, правовые основы регистрации? А как же у вас в России обязательный или добровольный, ваши регионы добровольные, регистрация это обязательный, да? У нас, опять же, как и все, двояко и многократно. У нас обязательно, в некоторых приказах написано о том, что у нас обязательно извещать о выявлении случаев рака и медицинские организации должны информацию предоставлять в онкологические диспансеры об этом, но в связи с принятием закона о персональных данных, у нас уже после установки диагноза или обращения пациента в лечебное учреждение подписывается информационное согласие пациента об использовании его данных для внесения в регистр и дальнейшего статистической обработки. а так как у нас, опять же, я хотела еще раз сказать, что у нас очень сконцентрирована онкологическая служба в отдельную такую систему, то, в общем, фактически, ну, почти все пациенты за редким исключением не дают такого информированного согласия. Так что можно сказать, что у нас обязательная регистрация случаев рака. И это можно делать законодательством, да, ваш парламент или другой избирательный орган, да, министерство, например, на вашей стране может сделать это же обязательное или добровольное, да, или другие такие административные приказы, как вы и сказали, да, это то и то по указу этого министра того года мы должны это забирать в всех городах этой страны, например, так, и это вы должны знать. Когда у вас есть правовые основы, вы имеете право запросить данных, потому что это вы делаете вашу работу. Если у вас нету таких прав, да, в многих странах у них нету таких прав, они усмотрели, когда это начали, и тогда у них проблемы, они только сидят и то, что мы получили, это то. И мы не знаем, сколько даем, но даем, потому что они не имеют права пройти и запросить данных. Так, что в вашей стране это получается хорошо. Закон о регистрации является эффективным средством обеспечения извещений о раке, когда врачи и клиники обеспокоены. В многих случаях врачи, они боятся, когда информация пойдет. Если это было в странах, где нету такого законодательства, зачем вы хотите использовать информацию, это может, но в вашей стране это может быть не проблемой, они только это делают, как это часть их работы. И, например, Майори это сказал в 1979 году, когда государство пересматривает свое законодательство о конфиденциальности статистической информации. они должны обеспечить, чтобы новые правила позволяли продолжить проведение таких типов исследований, которые нацелены на выявлении причин рака и других болезней человека. В Японии, например, это очень трудно. Даже очень серьезные проблемы с Вукушима, там была ядерная катастрофа, и даже таких данных они не имеют права, и они сохраняют внутри страны, у них такие строгие законодательства делать какие-то исследования, даже для блага своих народ. Поэтому делать эти исследования очень трудно, поэтому они должны внедрить это в систему сначала. Но некоторые страны очень строгие за счет защиты своих индивидуалов, и тогда они забывают тоже одну сторону, что мы тоже защищаем по-другому дело исследований для блага народа. Мы должны это понять. Что это? Так и как сказано, в многих странах это уже имеет. Такие законодательства, которые существуют, может предписать защиту конфиденциальности, которые затрудняют либо делать невозможное проведение, как я говорила. Поэтому мы должны усмотреть это уже. Ну так, эти материалы уже были использованы в этом лекции, и вы сможете это видеть. Наш маир имеет это руководство, вы можете это от того линка посмотреть. Это очень короткая информация. Если кто-то работает на эту тему, кому-то нужно делать какое-то право, объяснение директору, вы сможете СПС, потому что это интернациональное право, и это же не вы же из головы вытащили, да? И самое главное, чтобы вы умели материал, что вы говорите, если это будет касаться ваших работ. Но если даже это не касается ваших работ, вы должны знать, что мы занимаемся очень важной работой для блага людей, но защищая тоже интересы личности людей, потому что это право человека. Так, как же у нас по программе? Если вопросы, да? Вот у нас в России есть 323-й закон федеральный о охране здоровья граждан. И персональные данные, мы имеем право персональные данные без согласия пациента передавать только следственным органам или суду. Остальных пусть это будут судебные приставы или адвокаты только с согласия пациента. А вот сложности, ну вот у нас, да, в нашем регионе передача персональных данных, вот вы говорите по почте или заказным письмом, а это не является защищенный канал, поэтому вот письмо может потеряться, кто-то может скрыть, то есть мы не имеем права, это уголовное наказание, если по факсу, тоже не защищенный, если по випнету, единственное у нас остается ячейка, это випнет или лично из руки в руки, да, вот только вот два канала на сегодняшний день, ну в моей работе я использую и все, ну вот как-то так у нас. Да, это очень зависит, зависит от состояния вашего, некоторых странах почта может быть очень достоверным, да, и некоторых странах нет, это очень зависит, тоже верят, если даже ваши документы куда-то уходят, вы хотите тоже это не послали по почте, то же самое, да. Ну или еще есть фельдвегельская связь, это тоже из руки в руки. да, это очень лучше, если возможно это сделать как можно потщательнее, лучше. Но если вы очень далеко сидите, да, в центре, кто-то в Москве, кто-то там в Сибири, например, это другое, вы можете не делать руку в руку, это очень да, это очень хорошо, что вы делаете, это очень важно, как в своих условиях, как это защищать данные правы. Спасибо. 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 Продолжение следует...